Приветствую! Вчера, 23 апреля 2024 года, Кабинет Министров Украины принял постановление номер 443. По этой постанове запрещается выдавать паспорта людям, которые находятся за границей. Естественно, не всем людям, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За некоторым исключением. Друзья, не спрашивайте меня, пожалуйста, а как же Конституция Украины, как же статья 25, как же пеклуванья и захист за своим и громадянами, я не знаю. Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть ответ на вопрос, кто сможет получить паспорт, пребывая за границей, а кто из мужчин, выехавших за границу, не сможет получить паспорт. Итак, отвечая на первый вопрос, кто сможет получить паспорта? Те люди, которые выехали на основаниях, предусмотренных правилами пересечения государственной границы. Причем это те люди, которые уже во время военного положения выехали исключительно на тех основаниях, которые прямо предусмотрены в правилах пересечения госграницы. Кто это? Это люди, у которых есть инвалидность, и они выезжали как лица с инвалидностью. Это те люди, которые сопровождали людей с инвалидностью. Это те люди, которые сопровождали родителей, бабушек, дедушек, которые нуждаются в уходе. Те, теща, если вы сопровождали их, и они нуждаются в уходе, тоже нормально. То есть, все мужчины, которые выехали из Украины во время военного положения, по тем основаниям, которые предусмотрены в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 и 2.7 правил пересечения госграницы, вы сможете получить. То есть, для вас ничего не меняется. А для кого меняется, кто не сможет получить паспорт гражданина Украины, пребывая за границей? А прежде чем мы рассмотрим этот вопрос, хочу еще раз уточнить структуру этой постановы. Первое. Там есть правило, что мужчины от 18 до 60 паспорт не получают за границей. Второе. Есть исключения из этого правила. Но это нормальная ситуация. У нас всегда, в принципе, так. Есть общее правило, есть исключения из этого правила. Так вот, исключением из правила являются те мужчины, которые выехали из Украины на основании вот этих пунктов 2.1, 2.2, 2.3 и 2.7 правил пересечения госграницы. То есть, эти люди однозначно получают паспорта за границей. То есть, для них все окей, ничего не поменялось. Но, но, есть же люди, которые выехали из Украины на законных основаниях, но при этом их нет в этих пунктах. Вот это самая большая проблема. И сейчас мы о ней поговорим. Кто же эти люди? Список таких людей я вынес на отдельный слайд. И мы здесь видим тех, кто не попал в те пункты. Пункты 2.1, 2.2, 2.3 и пункты 2.7, которые указаны в постанове 443. Кто же туда не попал? Временно непригодные. Непригодные с исключением с учета. Да, вот те, кто выехал по белому билету, не попадают в этот список. А это значит, что у них будут проблемы с получением паспортов. Те, кто выехал на том основании, что самостоятельно воспитывает ребенка. Те, кто выехал на том основании, что у него трое детей. Те, кто выехал на ПМЖ, тоже нет вас среди тех, кто попадает в этот список исключения. Мужчины, которые выехали из Украины до войны, тоже не попадают в эти исключения. Ну и как уже хохма, да, народные депутаты тоже не смогут получить паспорт, пребывая за границей. Вот этот список, который вы сейчас видите на экране, я не утверждаю, что все из этих людей тоже не получат паспорт. Я очень надеюсь, что практика пойдет по другому пути. Но вот этот список составлен, исходя из буквального понимания, что написано в постанове 443. Вот там четко написано, мы не даем паспорт. Но мы устанавливаем исключения. И эти исключения привязаны к пунктам 2.1, 2.2, 2.3 и 2.7 правил пересечения госграницы. Кого нет в этих пунктах, паспорт не получат. Вот тех людей, которые вы сейчас видите на экране, да, вот эти категории, их нет в данных пунктах. Да, все эти люди выехали на законных основаниях из Украины. Эти люди либо не подлежат призыву в принципе, либо имеют отсрочку от призыва. Но они не попадают в исключение и, соответственно, у них, скорее всего, будут проблемы с получением паспорта за границей. И здесь я хочу присоединиться к вашему же вопросу и адресовать его тем людям, которые принимают такие решения. А как же 25-я статья Конституции Украины? А как же забота и защита граждан Украины, которые пребывают за границей? Мне кажется, что вот такое ограничение прав, ну, наверное, не совсем попадает в эти категории, в заботу и защиту. Зачем это делается, я до сих пор не понимаю. Честно, у меня сейчас, ну, полный когнитивный диссонанс происходит. Потому что, на мой взгляд, с точки зрения обеспечения вопросов мобилизации, обеспечения призыва, ну, вот эти решения, они скорее будут иметь негативный характер. Негативные последствия, чем позитивные. Потому что, ну, нельзя заставить любить. Вот почему-то об этом забывают. Ну, нельзя заставить любить. И чтобы человек выполнял свои обязанности, в первую очередь, его нужно как-то позитивно мотивировать, давать ему для этого внутренние какие-то убеждения, да, чтобы он захотел это делать. А вот так делать, принуждать, по сути, да, ну, ну, друзья, ну, что мы делаем? Ведь закон на сегодняшний день, даже закон такого не допускает, закон не допускает таких механизмов. Но мы почему-то делаем. Мы это решаем через постановы Кабмина и все. И вопрос с заботой и с защитой граждан Украины, которые пребывают за границей, он остается открытым. Надеюсь, мы услышим какое-то внятное пояснение тех, кто принимает такие решения. Хотя, наверное, не очень-то и надеемся. Друзья, вот такое получилось видео. Оно грустное. Оно очередное видео об ограничении прав человека. И это печально. Это печально-печально, что вот именно такие видео приходится снимать, что есть поводы для того, чтобы снимать такие видео. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok